Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом ролике мы поговорим о нюансах использования биноклей, зрительных труб и монокуляров с высокой кратностью. Поехали! Друзья, сразу хотелось бы отметить, что вы просто обязаны подписаться на наш канал, нажать на кнопку колокольчик и поставить лайк данному видео. Мы на канале Observer делаем обзоры на оптическую технику, это могут быть как ролики по каким-то определенным инструментам, так и общие информационные видео на тему астрономии, биологии и прочей оптической техники. Итак, друзья, в этом видео мы поговорим о том, почему важно осознанно подходить к выбору бинокля, монокуляра или зрительной трубы с высокой кратностью. Многие из нас, впервые столкнувшись с выбором первого оптического прибора, наверняка в первую очередь обращали внимание на кратность инструмента. На первый взгляд кажется, что это действительно основополагающая характеристика, на которую нужно опираться при выборе. Чем она больше, тем, соответственно, мощнее инструмент и тем лучше он будет для пользователя. Однако, на самом деле, друзья, здесь ситуация ровным счетом обратная. Ведь приборы с высокой кратностью, наоборот, накладывают определенные ограничения на тот круг задач, который они способны покрыть. Поэтому выбирать прибор, исходя из сугубо наибольшего доступного вам увеличения, это в корне неверный подход. Опираться при выборе бинокля, монокуляра или зрительной трубы следует на совокупность характеристик и конкретной задачи, которую вы ставите перед прибором. Начнем наше видео, пожалуй, с самой главной особенности приборов с высокой кратностью, которая отличает их от инструментов, соответственно, с небольшим увеличением. Это сильная нагрузка на ваше зрение вследствие дрожания картинки при наблюдении с рук. Люди, друзья, к сожалению, не роботы. В наших конечностях присутствует всегда небольшое естественное колебание. Если вы, например, поставите руку перед собой и будете за ней наблюдать, пытаясь держать ее неподвижной, вы можете увидеть, как она слегка колеблется. Когда мы держим в руках прибор с высокой кратностью, эти колебания передаются в разы существеннее на наше зрение, из-за чего мы видим сильное дрожание картинки. Наше зрение путем работы мышц и нервов пытается скомпенсировать, то есть стабилизировать изображение, которое мы видим с помощью оптического инструмента. Из-за чего наши глаза достаточно быстро устают, а при длительных наблюдениях наше зрение и вовсе может испортиться. Приборы с невысокой кратностью гораздо меньше передают этот эффект на наше зрение, вследствие чего этим дрожанием можно в принципе пренебречь. Вы его практически не заметите. Многие производители оптической техники, в ассортименте которых имеются подобные приборы с повышенным значением кратности, предупреждают пользователей, что на увеличениях свыше 15-20 крат обязательно использование прибора со штативом. Это как раз таки одно из ограничений, которые накладывают подобные инструменты на ваше наблюдение. То есть смотреть с ними с рук в общем-то не очень комфортно. Да, вы можете несколько сгладить сильное дрожание картинки с помощью дополнительного упора в локтях. То есть когда вы наблюдаете в подобный прибор, необходимо упереть ваши локти в дополнительную опору. Например, в подоконник, дерево или любой другой предмет. Однако на увеличениях свыше 20 крат наблюдение с рук очень некомфортно и без штатива вам не обойтись. Обязательно обратите внимание, что для возможности установки вашего инструмента на фотоштатив, на нем должна содержаться резьба формата 1,4 дюйма. Обратите внимание, это очень важный момент. Например, на монокулярах от Казанского оптикомеханического завода КОМС-МП15х50 подобная резьба отсутствует, а увеличение уже достаточно сильное, вследствие чего данные инструменты вы не сможете установить на фотоштатив, если наблюдение с рук для вас будет казаться очень некомфортным. Для наглядности посмотрите на видео, которое мы записали с помощью зрительной трубы Tourist 3 от Латкалинского завода оптического стекла с параметрами 20 на 50, то есть 20-кратным увеличением и 50-мм объективом. Один тест записан с трубой, которую мы держим в руках, а второй с установленной на штатив трубой. Обратите внимание, насколько различается разница в стабилизации изображения в первом и втором варианте. Как мы упомянули ранее, ваши глаза, конечно же, несколько скомпенсируют эффект такого сильного дрожания, однако еще раз оговоримся, такая сильная нагрузка на ваше зрение при наблюдении с рук, особенно в течение длительного времени, может навредить. Также стоит упомянуть, что при прочих равных приборы с высокой кратностью будут иметь несколько более темную картинку по сравнению с приборами, например, с аналогичной апертурой, то есть диаметром главной линзы, но с меньшим увеличением. Вследствие чего высокократные приборы несколько хуже справляются с наблюдениями за наземными объектами в условиях недостаточного освещения, например, при сильной облачности, тумане или в сумерках. Еще один момент — это узкий угол обзора у приборов с высокой кратностью, опять же, по сравнению с аналогичными по параметрам инструментами, но с меньшим значением увеличения. То есть такие приборы в первую очередь нацелены на наблюдение за сильно отдаленными точечными единичными объектами. Если же вы настроены напротив на обзорную работу по широким полям, вам важно видеть в окуляре вашего инструмента протяженную панораму, то рекомендуем все-таки обратить внимание на приборы с кратностью поменьше. Еще один момент, друзья. Бинокли, монокуляры и зрительные трубы с высокой кратностью зачастую имеют более крупные габариты. Зрительные трубы, например, это в целом та категория инструментов, которая априори имеет достаточно высокое значение увеличения и крупные габариты. Бинокли же и монокуляры, в которых производитель закладывает высокую кратность, как правило, для комфортных наблюдений комплектуются более крупными входными линзами. Как раз таки для того, чтобы несколько уменьшить эффект темной картинки, о котором мы говорили чуть ранее. Вследствие этого модели подобного класса не очень удобно носить с собой при длительных пеших прогулках. Такие инструменты гораздо лучше подойдут для стационарных наблюдений на одном месте с использованием, как мы уже говорили ранее, штатива. Таким образом, друзья, при выборе оптического прибора обязательно обращайте внимание не только на увеличение, но и на многие прочие характеристики. Угол обзора, габариты инструмента, марку оптического стекла, наличие водозащиты, азотозаполнение, просветление на линзах и призмах и многое-многое другое. Увеличение, друзья, это, безусловно, важный параметр, но далеко не всегда определяющий. Приборы с высокой кратностью отлично подойдут для стационарной охоты, стационарной рыбалки для, например, спортивной стрельбы, для занятий астрономией и наблюдений за дикими животными в естественной среде обитания, когда важно иметь хорошую детализацию объекта на сильном отдалении от него. При этом прочими параметрами можно в некоторой степени пренебречь. Модели же с невысокой кратностью это в любом случае более универсальные инструменты, особенно если их увеличение колеблется в пределах от 8 до 10-12 крат. С ними вы сможете наблюдать как и за сильно отдаленными точечными объектами, например, человека с подобным инструментом можно достаточно хорошо разглядеть на расстоянии до 1-1,5 километров. Кроме того, подобные модели обеспечат вам и комфортные обзорные наблюдения, так как будут обладать более широким полем зрения, чем высокократные инструменты. Кроме того, друзья, не стоит забывать, что зачастую недобросовестные производители оптических инструментов пользуются этим моментом, когда начинающие любители оптики выбирают себе приборы, исходя из сугубо наибольшего значения красности, которое доступно для них на рынке. Из-за чего мы часто натыкаемся в интернете на продавцов откровенных подделок с какими-то нереальными параметрами. Например, бинокли Nikon 50 на 50, Canon 60 на 60, KOMS BPC 70 на 70, Bresser со 100-кратным увеличением и 120-кратными линзами. Друзья, если вы видите подобные параметры, обязательно сторожитесь и перепроверьте, есть ли такая модель на официальном сайте производителя. Кстати, подобным фейком на нашем канале посвящен отдельный обзор. Переходите по ссылке в углу экрана или в описании под видео. Я думаю, вам будет интересно. Что ж, я надеюсь, это видео было для вас полезно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Также не забывайте оставлять свои вопросы, пожелания по тематикам будущих видео и любые другие мысли по тематике нашего видео в комментариях. Давайте общаться и делиться информацией. Кроме того, в описании вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине AppServer MSK. Приобретайте Opticus AppServer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok